Продолжение следует... Первая из них – инженерные сети, которые должны быть подключены до наступления холодов. Вышла на завершающий этап прокладка труб теплоснабжения и водоснабжения. Прокладывались трубы горячего водоснабжения внутри здания. Начались работы по проколу под проезжей частью для подключения ливневой канализации к центральному пункту. Шли работы по обвязке индивидуального теплового пункта. Устанавливались батареи отопления в лаборатории по КТБ. Было смонтировано и запущено видеонаблюдение. Выполнялись работы по прокладке кабеля освещения, телеметрии. Подключались к трансформаторам силовые высоковольтные кабели. Монтировался распределительный узел на 10 кВт. Выполнялась вентиляция и система автоматического пожаротушения. Второе направление – благоустройство территории, которое также должно быть выполнено до холодов. С площадки активно вывозился строительный мусор и излишки грунта. Выполнялась укладка асфальта и установка бордюров. В конце месяца началась подготовка основания для асфальтирования с правой стороны здания, там, где проходит теплотрасса. Формировались заезды и ступеньки. Было демонтировано временное ограждение и началась подготовка к установке постоянного забора. Началось благоустройство газона на отдельных участках. По еще одному направлению – внутренние отделки по КТБ, шлапа, окраска стен и потолков, выполнялась укладка плитки. В ближайшие недели компании предстоит выполнить ряд важных задач по строительству. Для этого нужно поддерживать высокий темп финансирования. Поэтому мы продлили акцию «Спасибо» до 15 сентября или до достижения целевой суммы в 4 миллиона долларов. Из них осталось привлечь менее 800 тысяч. Компания «Свелмач» начала подготовку к получению документа о завершении строительства по КТБ. Этот документ выдается на основании проверки Государственной комиссии. Чтобы его получить, нужно достроить объект, подключить и проверить на работоспособность инженерные сети. Также нужно подготовить 36 других различных документов. Над первым из них и начали работать специалисты «Свелмач», чтобы ускорить сдачу здания Государственной комиссии и быстрее ввести по КТБ в эксплуатацию. Специалисты компании впервые выполнили пазовую изоляцию «Статтера» в автоматическом режиме на пазовочном автомате собственной разработки и изготовления. «Статтер» будет использоваться в углошлифовальной машине, также разработанной в «Свелмач». Автомат сам изготавливает пазовые коробочки из полосы изоляционного материала и монтирует их в паз. При этом он не больше микроволновки, тогда как китайский аналог размером с комод. Это событие приближает компанию «Свелмач» к началу автоматизированного производства собственных УШМ. В августе компанию «Свелмач» посетили гости из Китая – представители автомобильного завода Beijing Automobile Works, в том числе заместитель генерального директора Федя Джи. Они побывали на территории проектно-конструкторского технологического бюро, встретили с автором технологии «Славянка» Дмитрием Дуйновым и генеральным директором компании Solar Group Сергеем Семеновым. Гостей ознакомили с мощностями по КТБ. С ними провели рабочие встречи, на которые пришли к определенным договоренностям между заводом и компанией «Свелмач». Beijing Automobile Works – это один из крупнейших заводов китайского автопрома. Несколько лет назад на нем запустили производство электромобилей. Руководство предприятия заинтересовано в применении технологии «Славянка» на своей продукции. 5 августа в Эквадоре в городе Кита открылся офис компании Solar Group. В праздничном мероприятии принял участие 51 человек. В офисе каждый, кто интересуется проектом в Эквадоре, может увидеть то, что ранее было доступно только онлайн. Комплект для электротранспорта и лодочный мотор на базе технологии «Славянка», копии патентов и протоколов испытаний технологии, информационные буклеты и многое другое. Офис будет работать с понедельника по пятницу. Здесь будут проходить индивидуальные встречи и презентации для инвесторов и партнеров. Кроме того, в офисе откроется школа партнеров, чтобы партнеры могли повышать свою квалификацию. В личном кабинете появились новые номиналы инвестиционных пакетов. Это поможет вам купить или увеличить пакет на комфортных условиях, что особенно актуально сейчас, пока действует акция «Спасибо». Всего мы ввели 10 новых номиналов от 30 до 750 тысяч долларов. Каждый из них можно оплатить единовременно или в рассрочку на 10, 20, 30 месяцев. Напоминаем, что в рамках акции «Спасибо» при увлечении пакета или покупке нового вы получаете дополнительно 20% долей или больше. Значит, поддерживаясь своими инвестициями строительства по КТБ сейчас, вы будете получать больше дивидендов от прибыли инжинирингового центра «Савалмаш». В августе мы анонсировали международную конференцию Solar Group. Она пройдет 16 сентября в Москве на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» – площадки-печатники. На конференции выступят руководители компании Solar Group, представители «Савалмаш» и другие спикеры. Будут продемонстрирована техника на «Славянке» и документы компании. Успейте зарегистрироваться, чтобы побывать на главном мероприятии года в проекте, пообщаться с единомышленниками и получить всю информацию о проекте из первых уст. Ссылка на регистрацию в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok